Показательный побег и пожар в промышленной зоне в Беленьковской исправительной колонии пенитенциарии пресекли групповое неповиновение и отрабатывали порядок взаимодействия во время пожара. На месте событий побывали и наши корреспонденты. По легенде, десяток заключенных организовали пожар на территорию промзоны, чтобы отвлечь внимание. А тем временем сами пробирались к центральной проходной, вооруженные палками, с криками и требованием открыть ворота. Здесь их встретил спецназ и оперативно нейтрализовал угрозу. Такими показателями побегами пенитенциарии отрабатывают навыки борьбы с групповым неповиновением заключенных. Все это проводится в рамках ежегодных учебных сборов. В этом году местом проведения стало Запорожье. В Беленьковскую колонию приехали сразу 23 начальника аппарата пенитенциарной службы. По одному представителю с каждой области Украины. 99-ю исправительную колонию для учений по пожарной безопасности выбрали не случайно. В прошлом году в данном подразделении было два пожара. Поэтому, что было сделано в течение года, как было подготовлено, как готово взаимодействие между МЧС и нашей службой. Все это мы должны сегодня показать не на картинках, а в реальности, в практике. На практике подожгли промплощадку. Отработали взаимодействие службы учреждения во время пожара, аварии или стихийного бедствия. Затушили, спасли, оказали первую помощь. Поджигать здания в промышленной зоне колонии побоялись из-за жары. Просто показательно залили пеной. О том, что чаще всего становится причинами пожара в колониях и тюрьмах, рассказал гость из Киева, старший инспектор аппарата пенитенциарной службы. Как правило, основной причиной, основной причиной, это, как и в целом в державе, невыбережное поводение с вогнем, то есть, там, паление, паление. Также, при переважной большинстве пожар, выникает несправедливость электромереж. Это неудивительно, говорит Александр Токарев, потому что на всех электросчетовых должны быть установлены автономные системы пожаротушения. Однако, на практике это не так, особенно, если речь идет о колониях или тюрьмах, построенных полсотни лет назад и больше. На сегодняшний день Запорожская область полностью готова к всевозможным массовым и стихийным бедствиям и неуповиновениям. Я считаю, что службу несут достойно, контролируемая ситуация, и я скажу, что мирным жителям можно спать спокойно. В целом, учения прошли на достойном уровне, считают запорожские пенитенциарии. Субтитры создавал DimaTorzok